Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это последнее видео из недели страшных историй. Субтитры сделал DimaTorzok Присаживайтесь поудобнее и будьте внимательными, потому что в этом видео я спрятала последнюю букву. Если вы не смотрели прошлые видео из недели страшных историй, то я вам советую посмотреть, потому что в каждом ролике спрятана одна буковка. Ваша цель собрать из всех этих букв единое слово и отправить мне в директ в инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми, ничего не пропускать. Это мой инстаграм, ник ты сейчас видишь на своем экране, также можешь подписаться по ссылке ниже в описании, скоро там будет полтора миллиона подписчиков. Я постараюсь сделать эту страшную историю настолько мистической, насколько возможно, и донести до вас эту устрашающую атмосферу, чтобы вам тоже стало не по себе. Заваривайте чай, запасайтесь печеньками, мы можем начинать. Поехали! Девочка Оля Девочка Оля, которая поделилась со мной этой историей, жила без мамы. Мама попала в автокатастрофу, когда ей было года четыре. Но у Оли был любящий, родной и самый настоящий офигенный отец, который позволял ей все, чего она только не пожелает. Все вещи, всю одежду, всю косметику. У нее была очень крутая комната и жила она в загородном большом красивом доме. Отец очень много работал для того, чтобы Оля точно себе ни в чем не отказывала. Сам по себе, себе какие-то вещи он вообще не покупал. Все свои сбережения он тратил только на Олю, потому что она была его единственная и самая любимая дочка. У них дома была прислуга или же няня, которая ухаживала за Олей в то время, когда папа, папа Оли, был на работе. Как я говорила, работала не покладая рук, никогда не уставала и приезжала каждый раз домой с каким-то подарком для Оли. Девушка, которая сидела с Олей, на то время ей было, кстати, лет 11-12, постоянно ей готовила еду, ухаживала за ней, включала какие-то фильмы. Отец давал им 10 тысяч на покупку фильмов, на покупку продуктов каждый день. Если Оля ему звонила и говорила, пап, я хочу купить себе какую-то игрушку, какую-то вещь, которая мне нужна, он в эту же секунду переводил деньги и говорил, конечно, доченька, это тебе. Не знаю, можно ли назвать это правильным, но у каждого своя семья, у каждого свои родители, поэтому ничего по этому поводу я говорить не буду. Но однажды произошла ситуация, из-за которой Оле пришлось поехать с папой вместе на работу. Няня, которая работала с ними, по непонятной причине заболела и чувствовала себя ужасно, отвратительно. У нее поднялась высокая температура, сам по себе папа Оли боялся, что няня все-таки его заразила, потому что она в тот день, когда с ней была, уже начала чувствовать себя как-то неважно. А папа Оли работал тоже за городом, но в совершенно противоположной стороне. И на работу он ездил где-то час или полтора, а также рядом с работой находилась очень крутая не то что база отдыха, а наподобие санатория, где у папы тоже были некоторые дела по работе. Естественно, он и решил отдать Олю в санаторий. Пешком можно было дойти до Оли минут за пять, потому что работа находилась очень рядом и некоторые дела тоже у него были в санатории. Также отец очень любил помогать людям, постоянно отправлял деньги детишкам, которые в этом нуждаются, в дом престарелых, и вообще Оля в месяц откладывала по 1015-20 и отправляла бездомным животным. Я считаю, что это очень благородный и умный поступок. Я так делаю всегда, с учетом того, что у меня даже в ящиках полно всяких вкусняшек для собак, огромное количество корма, и я постоянно отправляю либо деньги, либо просто езжу в приюты. Ну так вот, вернусь я к тому, что Оле пришлось поехать вместе с папой на работу. Как я и говорила, не покладая рук, папа работал в течение целого дня и иногда только мог заскочить за Олей. У Оли была отдельная комната, дорогая санатория, где она могла поспать. В этом санатории был очень большой крутой бассейн. Были специальные люди, которые присматривали за детьми, за отдельную плату, естественно. Ну и был самый главный детский мир, хотела сказать. Нет, детская комната. Оле было лет 12, и в этом детском мире Оля была не особо общительным человеком, поэтому знакомиться она не любила. В этом детском клубе было не сильно много детей, но присутствовали как актеры или аниматоры, которые иногда переодевались в какую-то одежду. Ну и тут начинается самое интересное, как я говорю в каждом видео, из-за чего я и решила снять этот ролик. Оле очень понравился аниматор, который присутствовал там практически целый день и потом по непонятным причинам исчез. Точнее даже не аниматор, а аниматор Жанна была переодета в огромный красивый костюм мышки. Знаете, обычной мышки и по голосу было понятно, естественно, что за этим костюмом скрывается женщина. Такая, ну не то чтобы пожилая, но уже в возрасте. Как я и сказала, Оля не любила знакомиться, но работа аниматоров заключается в том, чтобы развлекать детей. А Оля постоянно сидела там, играла в какие-то кубики, Тори сидела в телефоне, звонила папе, отвлекала его от работы. Поэтому данная мышка, точнее женщина в костюме мышки, решила подойти к Оле и как-то с ней заговорить. Со временем, чтобы я не тянула этот ролик, они очень хорошо подружились. Они делали что-то вместе из кинетического песка, там был специальный песок, не настоящий, а кинетический, знаете, который такой вот прям для детей, развивашка. Очень много игр, которые подходили, ну как раз таки и для 12-леток, и для 9-леток, 8-леток. То есть там были дети разного возраста, но эта мышка почему-то приелась именно к Оле, и они очень много времени проводили вместе. Совсем забыла сказать, на какое время отец пошел, точнее уехал на работу вместе с Олей. Ровно на 3 дня, чтобы закончить все дела, и он раньше предлагал Оле поехать в санаторий, но она отказывалась, потому что думала, что дома интереснее, с няней. И ночевали они как раз таки в этом санатории. Но папа приходил где-то под вечер, а Оля все это время обычно проводила, ну в детском клубе, да. И проводила она все эти 3 дня с этой мышкой-аниматоршей. Папе она ничего про эту мышку не рассказывала, точнее про женщину в костюме мышки. Но было понятно, что она как-то очень странно разговаривает, очень странно себя ведет, постоянно о чем-то странном говорит. Были какие-то моменты, которые безумно пугали Олю, но она не обращала на это внимания. Ну и теперь я приступаю к самому интересному. Когда настало время уезжать, за все это время ничего интересного не происходило. Они просто играли, очень круто развлекались. Это мышка, женщина в костюме мышки, подарила Оле куклу. Да, но кукла была необычная, она была примерно с ростом самой Оли, примерно вот такая вот. Оля где-то 152 сантиметра была ростом, как она мне написала. И ей очень понравилась эта кукла, правда выглядела она немного устрашающе. Я попросила Оле фотографию, она попыталась найти эту куклу в интернете, так как она давным-давно избавилась от нее. Она сказала, что вот эта кукла очень похожа на ту, которую ей дали. Чтобы у вас как-то, да, в голове было восприятие, какая-то картинка, чтобы вы понимали, о какой кукле я говорю. Высокая кукла, дорогая, и она действительно, Оля не ожидала, что аниматор имеет право дарить какие-то подарки детям. Но так как они очень хорошо сдружились, она подумала, что это не особо плохо. И когда настало время уезжать, эта женщина вручила ей эту куклу, и Оля уехала с ней домой. Ехали они, ну, часа два, точно. Доехали до дома, няня к этому времени выздоровела. Оля положила куклу, ну и, знаете, где-то полгода она точно никак от нее не отставала. Она безумно ей нравилась, с аниматоршей она больше не виделась. И самое интересное, два года эта кукла не давала о себе знать. То есть полгода Оля с ней играла, а потом полтора года она просто лежала и пылилась в ящике. Теперь вернемся к тому моменту, когда та женщина вручила ей эту куклу. Она произнесла очень странные слова. Эта кукла будет всегда рядом с тобой, пока ты не вырастешь. Эти слова показались Оле немного странной, потому что, ну, как бы ей самой решать, что делать с куклой, то ли ее положить в ящик, то ли выкинуть в этот же день. Ну, как понять, она будет всегда с тобой, пока ты не вырастешь. Но, как оказалось, совершенно наоборот. Ровно до 14 лет кукла не давала о себе знать, как я уже сказала. Полгода Оля с ней играла, и полтора года она тупо лежала в сумке. Теперь наступил день рождения Оли. Ей исполнялось уже 14 лет. За все то время, полтора года, ничего не происходило интересного, поэтому я упущу этот момент. Вернемся к ее дню рождения. Произошла очень странная вещь, после которой начали происходить мистические и очень странные ситуации. Папа купил большой торт, новый айфон, дорогущий подарок. И Оля уже начала замечать, что папа как-то начинает проявлять симпатию к няне, которая постоянно проводила с ней время. И она уже была готова к тому, что папа сообщит однажды, что они вместе, потому что она один раз спалила, как они целовались, обнимались. И, в общем, у них был роман. Но сейчас совсем не об этом. Просто, чтобы у вас была картина, я сказала об этом. Оля отпраздновала свой день рождения, все вроде бы было нормально, помимо одного момента, который ее очень сильно напугал. Днем, где-то часов два, она решила задуть свечки. После того, как она это сделала, а родилась она часов в 10 утра, то есть ей уже официально было 14 лет, она возвращается в комнату и понимает, что эта кукла лежит у нее на кровати. Кукла лежала в ящике полтора года. Никто ее не доставал, и все уже давным-давно про нее забыли. Но каково было удивление Оли, когда она увидела эту куклу на кровати? Она очень сильно напугалась, потому что, ну, как бы это неадекватно. Сразу побежала спрашивать у папы и у няни. Никто не знал, почему кукла лежит на кровати. Папа свалил это на то, что, возможно, ты как-то забыла или решила на нее утром посмотреть, но забыла. Со всеми бывает. Но Олю этот момент очень напугал, потому что кукла лежала тупо на кровати, а Оля прекрасно помнила, что ее не доставало. Наступила ночь. Оля очень боялась, постоянно, каждые пять минут вспоминала об этой ситуации, потому что это действительно неадекватно. Но ей приснился очень странный сон. Примерно посреди ночи во сне было отчетливо видно, как Оля задувает свечи, и рядом с ней стоит та самая кукла, ростом с Олю, и просто вот так вот хлопает. Вы не представляете, насколько мне на тот момент стало страшно, когда я начала это читать. Увидев такой сон, а все мои лично сны, они бывают безумно реалистичные, и как Оля мне сказала, ее сон был тоже капец какой реалистичный, я бы очень напугалась, что плюшевая мать его игрушка во сне хлопает и поздравляет меня с днем рождения. Она спокойно разговаривала, и Оля просыпается, и тут начинается самый трэш. Она видит, что эта кукла лежит с ней. Оля пересралась, как никогда в жизни. Куклу она вновь убирала в ящик, когда увидела ее на кровати. И тут она снова лежит у нее, рядом с ней. Оля начала плакать. От этого звука пришла няня. Папа обычно очень крепко спал, и совсем скоро ему нужно было вставать на работу. В день рождения Оли он взял отгул. Няня пришла и спросила, что случилось. Оля говорит, это кукла. Это кукла, она лежит рядом со мной. На что няня смотрит на кровать и понимает, что куклы нет. Она говорит, какая кукла? Ты что, пошутила? Вот она в ящике. И тут с Олей произошел какой-то непонятный трэш, что ли у нее. Ствиг в голове какой-то произошел. То ли это действительно какая-то магия или проклятие. Она вот, буквально пять секунд назад, видела, как кукла лежала рядом с ней. И тут няня говорит, ты что? Кукла в ящике открывает? В ящике действительно лежит кукла. Оля смотрит на место рядом с собой на кровати и понимает, что куклы нет. Но она даже не заметила, как кукла исчезла. И это продолжалось на протяжении полугода. Кукла меняла свое место. Очень странное поведение. И самое главное, что на протяжении полугода... Нет, Оля не перестала обращать на это внимание. И типа смирилась с мыслями. Каждый раз она подходила к папе и говорила, папа, выкинь эту куклу. Он выкидывал эту куклу. Но на следующий день кукла лежала на кровати. Самое главное, что кроме Оли, никто эту куклу не видел. Оля могла обратить внимание на то, что возможно это сон. Возможно мне кажется. Возможно я себя как-то накручиваю. Но она отчетливо помнила, как она трогала эту куклу. Хотя бы трогала. Это уже отчетливое подтверждение данной информации. Я просто офигела, когда читала этот текст. Потому что поняла, что это самое настоящее проклятие. Теперь возвращаемся к самому интересному. Что же в конце концов произошло? Что творила эта кукла? И почему произошла такая ситуация? Когда Оля уже начала потихоньку сходить с ума. Папа приезжал только под вечер на работу. А няню она не подпускала к себе. И просто сидела, смотрела на эту куклу. В общем, просто начала сходить с ума. Папа заходит к ней и говорит. Доченька, почему ты меня не встречаешь? У доченьки вот такие глаза. У Оли она просто в шоке. И не понимает, что с ней происходит. Такое ощущение, что она просто начала сходить с ума. Оля мне говорила даже о том, что ей казалось, что кукла с ней разговаривает. То есть до такого дошло. Причем кукла разговаривает с ней голосом той самой аниматорши. С которой она проводила три дня рядом с папиной работой в санатории. Папа приходит, видит это ужасное состояние. Куклу он не видит. Он говорит, ты что? Что случилось? И тут у Оли началась истерика. Она начинает кричать. Ты что, блядь, тоже не видишь эту куклу? Никто ее не видит, понимаете? У меня уже просто истерика. Папа, помоги мне. В общем, ребенок сошел с ума. Она начала орать, спросить помочь. Потому что она действительно чувствовала, что что-то не так. Что она начинает сходить с ума. На что папа решил полностью заняться этим делом. И спросил, кто подарил эту куклу. Позвонил гадалкам. Потому что он верил во сверхъестественные силы. И в итоге, что оказалось, дорогие мои. Какой аниматорши с подобным голосом, с подобным костюмом никогда не было в этом санатории. Она там не работала. И Оля отчетливо помнит, как другие аниматоры видели ту самую женщину в костюме мыши, но не обращали на нее никакого внимания. Оля вспомнила, что ни один аниматор с ней не разговаривал и ходил, как будто бы смотря в стекло. То есть никто из других детей, из других аниматоров не замечал эту женщину в костюме мыши. Все ходили вот так вот, и никто не ловил взгляд именно на эту женщину. Оля поняла, что походу только она видела эту мышь. И только она во время мистической ситуации видела эту куклу. Кукла на кровати. Кукла разговаривает с ней. Проклятая кукла. Другие родные ее люди не видели рядом с ней куклу, и она постоянно оказывалась в ящике. Это какое-то проклятие чайки, серьезно. Смотрели этот фильм? Я просто офигела, когда прочитала эту историю, но и в итоге что произошло? Баба вызвал священника и сказали, что на этой кукле лежит огромное проклятие. Как узналось? И по камерам. За это время Оля тупо разговаривала сама с собой. Она смотрела на пустое создание. Никакой женщины в костюме мыши не было. И она разговаривала с несуществующим существом. Возможно, это только дети видят что-то такое непонятное и мистическое. Но Оля после этого никогда не ездила в этот санаторий. Попросила папу там не появляться, какие бы дела ему не поручали. Священник прочитал какую-то молитву и сказал сжечь эту куклу при любой первой возможности. Что и произошло? Кукла больше никогда не появлялась и не снилась Оле. Только после этого Оля долго не могла отойти. Она не понимала, что это было, с кем она разговаривала в санатории. И в конце концов, почему никто из ее родственников не видел эту куклу? Что и кому она сделала? Почему это происходило лично с ней? Остается до сих пор загадкой. Оля где-то неделю не могла даже описать свое состояние. Она вспоминала, вновь вспоминала об этой кукле. Но тут уже не было никакой мистики. Она просто чуть-чуть сошла с ума и просто видела эту куклу везде. Хотя на самом деле такого не было. Такое бывает, когда человек сильно много себя накручивает. Ну и на этом, дорогие мои, я заканчиваю историю. Почему? Потому что дальше продолжение Оля мне не написала. Сейчас единственное, что я скажу, у нее в жизни все хорошо. Они переехали в другой дом, потому что прошло уже около двух лет. И как раз таки ей сейчас 16. Два года спустя этой истории. И Оля только недавно начала смотреть мои мистические истории. И узнала вообще, кто я такая. И написала мне эту историю. Оля, спасибо тебе большое, что ты поделилась ею со мной. Прям огромное-огромное спасибо. Эта история для меня остается самой странной, необыкновенной и безумно мистической. Если вы замечаете какие-то потусторонние силы и странные вещи, ребята, обратитесь к специалистам. Или загуглите хотя бы в интернете, что делать в этой ситуации. Или обратитесь к родственникам. Они вам обязательно помогут. Это было последнее видео из недели страшных историй. Хотите еще одну? Если да, то напишите об этом ниже в комментариях. Я надеюсь, что вам понравилось и очень старалась передать вам ту самую атмосферу. Даже разговаривала чуть-чуть по-другому. С вами была Карина. Это была неделя страшных историй. До встречи совсем скоро на моем канале с новым развлекательным видео. Если ты до сих пор не подписан на мой канал, то подпишись. Вступай в семью Аркелянчиков. Я думаю, ты уже знаешь. Меня зовут Карина Аркелян. Приятно еще раз познакомиться. Нажимай на колокольчик. Смотри мои ролики первыми, не пропускай премьеры. И я надеюсь, что ты уже нашел букву, которую я для тебя спрятала. Все семь роликов закончены. Поэтому кидай мне получившееся слово в директ в инстаграме. Ник, ты сейчас видишь на своем экране. Получаю очень крутые призы. Вплоть до 10 тысяч рублей. Я вас люблю. Огромное спасибо. С вами была Карина. Целую. Обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok